Добрый день! Мы начинаем третью лекцию курса истории Испании, и она будет посвящена истории Вестготской Испании. Период, может быть, и не такой большой хронологически, он весь охватывает чуть меньше 300 лет, да, с 418 по 714 год. Но важнейший для понимания испанской истории, здесь стоит сказать хотя бы, что основы современной Испании, вот той, которую мы видим сейчас, и основы их самосознания, в том числе политического самосознания, закладываются, конечно, именно в Вестготский период. Ну, не говоря уже о ряде более мелких факторов, о которых я буду говорить просто по ходу лекции. Лекция будет длинная, она состоит из семи эпизодов. В первой мы коротко рассмотрим Испанию накануне пришествия, накануне прихода туда Вестготов и накануне установления первого королевства, которое более известно как Тулузское королевство Вестготов. Затем мы поговорим, собственно, о Тулузском королевстве и его падении в борьбе с франками. Третий эпизод будет посвящен Талецкому королевству. Собственно, именно Талецкое королевство Вестготов в массовом сознании наиболее часто и увязывается с этим народом, с Вестготами. Затем мы поговорим о королевской власти в Талецкому королевстве, о том, как она была устроена, и даже не столько о том, как она была устроена, сколько о том, как она оформлялась. Ритуалы, традиции, символика, образы, вот это вот все. После этого мы уделим некоторое время разговору о праве Вестготской Испании. И, наконец, два последних эпизода. Это церковь в Вестготской Испании и литература и образование в Испании периода Вестготов. В глаза бросается отсутствие, практически полное отсутствие внимания, скажем, к экономической стороне вопроса. Я практически не буду говорить про, не знаю, сельское хозяйство из Луцкого времени. Точнее, не практически, а просто не буду. Про экономическую политику королей. Больше того, видны еще несколько пробелов даже на уровне структуры. Объясняются эти пробелы двумя вещами. Во-первых, ну, понятно, что рассказать обо всем в пределах одной лекции невозможно. И даже не стоит пытаться. А во-вторых, что более важно. Я остановлюсь на этом еще в самом конце седьмого эпизода. Но первый раз скажу уже сейчас. За последние десять лет на русском языке появилось немало очень достойной литературы по истории Вестготской Испании. И здесь надо отдельно называть, конечно, краткую историю Вестготской Испании. Авторство Олега Аурова 2019 года выхода. Книгу «Теология и политика», где работал коллектив авторов под общей редакцией как раз Олега Валентиновича Аурова и Елены Сергеевны Морей, посвященную власти и церкви в Королевстве Вестготов. И, соответственно, монографию, еще две монографии. Монографию как раз Елены Борей, посвященную Исидору Сивильскому. Монографию Михаила Биркина, совсем недавно, несколько дней назад вышедшую, посвященную епископам. Епископату Вестготской Испании. И помимо вот этих работ, да, которых всех объединяет довольно серьезное внимание, уделяемое властной сфере, если не власти, то церкви, вот церкви, образованию, культуре, да. А помимо этих работ есть несколько вполне достойных переводных работ, посвященных истории Вестготов. Это тот же Гитрих Клауды, просто первое, что приходит в голову, да. И есть, конечно, англоязычная литература, в которой, в частности, уделяется больше внимания и историко-экономической проблематике Вестготской Испании. Поэтому здесь я спокоен тем, что то, чего нет в моей лекции, легко можно найти в профессиональной литературе. На этом закончим затянувшееся введение, да, и перейдем к первому эпизоду. Итак, Испания накануне прихода туда Вестготов. Наиболее известная перечень германских народов на территории Испании, перечень, вошедшая во все средневековые хроники, выглядит так. Это готы, аланы, свевы, вандалы. Вот, собственно, давайте поговорим о свевах, вандалах и аланах, прежде чем переходить к Вестготам. Вандалы – германский народ, существовавший в виде двух союзов племен, силингов и аздингов. В конце второго века вандалы вторгаются в пределы Римской империи, в ходе так называемых маркоманских войн. Какое-то время они в вялотекущем режиме воюют с империей. Империя то разбивает вандалов, то и выбивает их за свои пределы, когда-то пропускает и позволяет селиться в приграничных территориях. Но официально такое право, право поселения вандалы получают только в 335 году, когда они заключают с империей так называемый Фердус. Вы это слово будете видеть сегодня на слайде еще не раз, оно обычно оставляется просто в латинском написании. Фердус пишется как Фоэдус. Фердус в родительном падеже форма Фердерис – это договор. Договор имеется в виду союзный договор, который подписывался не между частными лицами, а между империей и племенами, империей и другими народностями. Люди, подписавшие такой договор, получали статус Федерати. Отсюда, собственно, Федераты, Федерация – это те, кто связан таким союзным договором. И вандалы, как вы видите, еще в 1-3-4 века становятся федератами империи и расселяются в римской Паннонии, это современная Венгрия. В конце 4-го века, собственно, когда начинается великое переселение народов, вандалы гуннами оттеснены к Рейну. Дальше они переходят Рейн, и об этом мы еще сейчас поговорим. Вторые, да, это Свевы, вы видите, они тоже сталкиваются с империей в период маркоманских войн. А дальше южные Свевы – это как раз часть участников маркоманских войн, собственно, те самые маркоманы, да, оседают в Богемии, но в конце 4-го века также под натиском гуннов выдвигаются к Рейну. На карту, обратите внимание, пожалуйста, она нам пригодится немножко позже, чуть-чуть позже, сейчас мы будем говорить о создании Свевского королевства. Собственно, аланы, наконец, тоже в конце 4-го века, видите, мы все упираемся в это, мы упираемся в конец 4-го века, когда аланы либо включены гуннами в их союз племен, нарастающий, да, снежным комом, катящийся на запад, либо оттеснены, опять-таки, вплоть до Рейна. Какое-то время и вандалы, и аланы, и Свевы живут на рейнской границе империи. С одной стороны, понимаете ли, империя, пусть стареющая, но вполне еще мощная и способная дать отпор. С другой стороны, гунны, которые скоро придут, но пока еще их нет, да, то есть год за годом тянется, и вандалы, Свевы, Аланы живут на, соответственно, германском берегу Рейна. Но дальше гунны подходят вплотную, и в декабре 46-го года Рейн замерзает, стоят морозы, Рейн замерзает, вандалы, Аланы, Свевы, объединив свои силы, переходят замерзший Рейн, в решительном бою прорывают заслон, против них выдвигаются, видите, не римские легионы, в строгом смысле этого слова, а против них выдвигаются федераты, другие федераты, франки, то есть представители другого народа, тоже подписавшиеся империей Фердус. Ну вот они прорывают заслон франков, федератов, да, и вторгаются в пределы Галлии, римского диоцеза Галлии. Вы помните, мы в рамках прошлой лекции говорили о реформе провинции Диокльтиана Константина и о том, что такое диоцеза, там тоже было сказано. Соответственно, дальше за несколько лет, это легко представить себе географически, если воссоздать в памяти карту современной Франции, собственно Германия, Франция, Испания, да, вот представить себе течение Рейна, в среднем течении Вандовы, Алланы, Сверы, переходят его, вторгаются в, стало быть, восточную Францию, да, Галлия, проходят всю Галлию за несколько лет и дальше преодолевают Пиренеи, переходя на Иберийский полуостров, переходя в Испанию. Вестготы известны еще раньше. Вестготы известны сначала с середины Третьего века, когда появляются новости о распространении христианства у готов, еще у готов, да, не у вестготов, то есть западных готов, да, просто в народе готов. В середине четвертого века в середине готов утверждается орианство. Здесь следует вспомнить епископа Ульфилу или Вульфилу, по-разному его называют, который переводит Библию на готский язык, создает азбуку готского языка и, собственно говоря, знакомит готов с священным писанием. Им сам Вульфилу при этом орианин, соответственно, все готы поначалу идут как ориане. Этот факт окажется очень важным, когда мы будем говорить дальше. Собственно, судьба Вестготов будет связана с орианством вплоть до, не на фраг, до 589 года, то есть достаточно долго еще, почти 200 лет. Собственно, готы на тот момент располагаются на юге нашей страны, на юге современной России, в течение реки Кубань. Вестготы проходят в Крым, соответственно, да, и вот Кубань, Крым, частично территория современной Украины, там располагается огромная, раскинувшаяся вширь держава, известная как держава Гермонариха. А гунны, прокатившись по Аланам, столкнув с места, как мы говорили, и вандалов, и эсферов, обрушиваются на державу Гермонариха, сначала на восточных, на Остгутов, а потом проходят в Крым, нападают на Вестготов, вышибают их западнее. Вестготы доходят до Дуная, лимя с империи до границы империи, значит, если вандалы, Алан и Свера переходили Рейн, да, Вестготы переходили Дуной. Они доходят до Дуная, где вождь Готов, Вестготов Фритигерн, просит у императора Валента разрешение перейти в Дуной, заключить Фердус с империей, подписать договор и поселиться в провинции Мезия. Вестготам разрешают, но дальше, ну, можно говорить про трагическое истечение обстоятельств, можно говорить про коррупцию в римских частях, в римском чиновничестве, можно говорить про все подряд, дальше начинаем, но факт остается фактом. Дальше начинаются затяжки с поставкой продовольствия Вестготам, местные чиновники, решив, значит, быть чересчур лояльными, более лояльными, чем от них ожидалось, требуют от Вестготов ни много ни мало сдать оружие, это становится последней каплей, и в 378 году вспыхивает мятеж Вестготов только уже по эту сторону Дуная, в провинции Мезия. На подавлении мятежа местных, местного гарнизона, оказывается, недостаточно, на подавлении мятежа выступает император Валент, мчится туда же Август-Восток, старший император Гонорий, в чем Гонорий? Грациан, извините. Но не успевает, Валент ввязывается в сражение, проигрывает битву, погибает сам, прибывший туда его соправитель застает только, значит, уже поле боя завалено трупами, в основном римлян, и ушедших Готов. Готы бушуют в империи несколько лет, их сумеют успокоить на время Феодосий I, и до смерти Феодосия I, до 395 года, Вездгуты будут покорны империи. Однако, когда умрет Феодосий, Вездгуты взбунтуются вновь, начнется нарастать напряженность Рима, Вездгуты снова взбунтуются, на этот раз, под руководством Ауариха I, двинутся в западные области империи, конкретно к Риму. 408-4010-е годы, это три подряд похода Ауариха на Рим, последний раз в 4010 году, Ауарих берет Рим, как вы знаете, штурмом, подвергает трехдневному разграблению. Это совершенно, так сказать, шокирует современников этих событий. От себя, замечу, так на полях к лекции не относятся. Это событие подтолкнет одного из величайших проповедников христианства той эпохи, Авролия Августина, написать трактат «Де цивитата» «Деи», то есть о Граде Божьем, где он будет доказывать, что христиане, христианская община Рима не виновна в том, что Ауарих взял Рим. Но давайте вернемся к Готам. Ауарих берет Рим, от Рима грабит его, затем уводит своих людей дальше. И последующие несколько лет, да, уже и до смерти Ауариха, и после смерти Ауариха, при последующих вождях Вестгуты то воюют с Римом, то договариваются с ним. Все это очень непостоянно и зыбко. Наконец, король Валия, он, собственно, перед вами, да, четыре с пятнадцатого и восемнадцатого годы, он подписывает сказ с императором Гонорием, Гонорием, извините, договор, позволяющий Вестгутам расселиться на юго-западе Галлии. Вот так возникает одно из первых романоварварских королевств, королевство Тулузское, да, потому что центр Вестгутского королевства будет находиться в Тулузе. Мы к этому еще вернемся с вами потом, в следующем эпизоде нашей лекции. Вот пока обратите внимание, пожалуйста, на карту. Собственно, по пакту Вестгуты будут расселяться вот на этой относительно узкой полоске от Вуе на севере, вам это видно, потому что около Вуе стоит дата 507 год и значок битвы, до Тулузы на юге. Видите, относительно узкая полоска и, скажем, тот же Лимош и Нарбонна еще, не говоря уже про Испанию, еще не входят в сферу влияния Вестгутов. Довольно маленькое поселение. Собственно, вернемся к вандалам Свевам и Аланам. Они переходят Пиренеи в 409 году. Дальше одни из них поселяются в Галисии, в римской Галлеции, это северо-запад полуострова. Речь идет о Свевах и вандалах Аздингах. Вандалы Селинги уходят на юг, они захватят Бетику, самую южно-населенную часть полуострова, самую цивилизованную, самую, как бы сказать, густо застроенную городами, вы помните, да, и отсюда, собственно, они оставят этому месту свое имя. Через несколько столетий пришедшие арабы будут называть эти места «Аль-Андалус», земля вандалов. Наконец, Аланы размещаются в центре примерно Испании, это центральная южная часть Меседы, примерно современный район Толеда, южнее до Кордовы. Столовно, на севере Бетики они смыкаются с силингами, с вандалами силингами. Вот это самовольное расселение германцев в Испании не могло не вызвать имперской реакции, и императоры прибегают к помощи своих федератов, то есть вестгутов. Вестгуты под командованием Атаульфа, вторгаются в Испанию в 1414 году, соответственно, Валия уже после Фердус, после заключения Фердус с империей опять вторгается в Испанию, и в ходе ряда сражений разбивает вандалов, силингов и ауанов, они вынуждены уйти на юг к вандалам Аздингам, вот, но в 1418 году вестгутов отзывают из Испании, имперское правительство боится, что вестгуты обретут слишком большую силу. Соответственно, вандалы в Испании наносят ряд поражений с вевом, подчиняют себе всю бетику уже окончательно, и вскоре после этого, обратите внимание, они, с одной стороны, распространяют свое влияние на юго-восток полуострова, подчиняются Тараконскую и Картахенскую, главное, Картахенскую провинции, в Картахене, в Тараконе, в Картахене они захватывают римский флот, благодаря этому они выходят в море, опустошают Тингетанскую Мавританию, то есть северную провинцию, североафриканскую провинцию, захватывают Болярские острова, а еще через нескольких лет во главе с молодым и очень яростным королем Гейзелихом вандалы решают уйти из Испании, здесь становится тесно для них, в Испанию все больше, больше, больше входят вестготы, в сражениях с ними вандалы начинают терпеть поражение, плюс северы тоже заключают, стоят на пороге заключения договора с империей, ничего хорошего вандалам от этого не светит, поэтому вандалы с Гейзелихом уходят через пролив, уходят в проконсульскую Африку, в Испанию они больше не вернутся, в Африке они вскоре возьмут Карфаген и создадут королевство вандалов, которое просуществует примерно сто лет. там же, давайте еще на один шаг я отвлекусь, в 430 году возглавляя оборону как раз вандалов города Гиппона, в Гиппоне умрет престарелый уже епископ Аврели Августин. Но давайте пойдем дальше от вандалов, посмотрим, что происходило на полуострове после Ихухуда. После Ихухуда несколько лет не происходило ничего на самом деле, а затем, что позволило сферам довольно сильно нарастить мощь, но затем в середине пятого века в Испанию направляются объединенные части римских войск и Вестготов возглавляет их, что характерно, король Вестготов Теодорих, Теодорих I. Собственно, римляне очень надеются на то, что этот объединенный контингент разгромит сферов. Поначалу так и происходит, король Вихила терпит поражение, а затем происходит неожиданное, ну неожиданное для римлян, да, Теодорих и Вихила заключают союз, и Испания уходит из-под контроля Рима практически совсем, поскольку своих войск у них там уже не остается. Впрочем, Теодорих остается верным федератом. Когда гунны придут в Гальдию, это случится пятью, угадаем позже, 451 год на Каталоунских полях близ Орлеана Теодорих вместе с Аэцием возглавят союзное войско. Помимо римлян туда войдут вестготы, бургунды, часть бургундов, свевы, как раз саксы и еще ряд народов. В битве народов на Каталоунских полях союзное войско остановит Атилу, нанесет ему поражение, но и потери будут страшны. В битве падет Теодорих. В битве падет Теодорих и королем Готов становится его сын Торисмонд, не отличавшийся уже ни той харизмой, ни тем талантом, что его отец. Теодорих 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 Теодорих